Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Сегодня второй репортаж из Амстердама, и эта поездка вряд ли бы тоже состоялась, если бы меня не поддерживали замечательные подписчики на платформах Boosty и Patreon. Подписывайтесь и вы на канал Сумерки Богов только на Boosty и Patreon, чтобы быть в курсе важнейших мировых оперных событий, смотреть обзоры целиком и с музыкальными примерами. Теперь на программках Нидерландской оперы в Амстердаме даже стали печатать сообщения о том, что этот театр назван лучшим оперным театром по версии некой группы немецких критиков, которые создали свою собственную оперную премию. Это, конечно, ко многому обязывает, а самое главное, надо подкреплять каждый месяц, ведь именно с такой периодичностью опера в Амстердаме выпускает новые постановки или возобновляет старые. Подкреплять кастинговой политикой, выбором названий, как репертуарных, так и редких. Наконец, приглашением режиссеров, чьи имена сегодня порой более популярны, чем имена певцов, которые здесь выступают. Одним из таких режиссеров для Амстердамского театра стал австралиец Барри Коски, который тут каждый сезон в последнее время выпускает по одной опере Пучини. 3 мая прошла премьера триптиха одноактных опер, а до этого были Турандот и Тоска. Три Т, так сказать. Коски давно превратил свою работу в безостановочный конвейер. Судите сами. Выпустив перед самым Новым годом летучую мышь Трауса в Мюнхене, я об этом подробно рассказывал, он отправился в Цюрих, где поставил веселую вдову Лигара. Оттуда в Амстердам на триптих. Уже в июне в Венской опере будет премьера оперы «Так поступают все женщины» Моцарта, а в июле небольшой спектакль «Векси» два вокальных цикла 20 века. В конце сентября премьера бандитов Оффенбаха в Парижской опере. Завидная жажда деятельности, которая по понятным причинам не всегда приводит к созданию хорошего результата. Впрочем, сегодня это такой типичный график востребованных режиссеров. Хотя очевидно, что и тут Коски среди первых. Скажем честно, разнообразие в первую очередь вносят в этот конвейер постоянные соавторы Коски. Два сценографа Ребекка Рингст, она работала в Амстердаме, и Руфус Дидвишус. И в этом опереточном угаре триптих Пучини скорее выглядит проходным спектаклем. Куда, какая жалость, невозможно пристроить плюмажи из перьев, стринги со стразами, размалеванных трансвеститов танцоров. Приходится забыть об этих подручных средствах любой веселой постановки от Коски и работать с тем, что есть. Пучини подбрасывает режиссерам, как оказывается, непростую задачу. Надо ведь не только воспроизвести на сцене жизнь маргиналов, но еще и придумать, как три разрозненных однооктовки превратить в полноценный спектакль. Без этого сегодня не стоит за триптих и браться. Конечно, Коски профессионал, с большой буквы, он может придумать очень многое, кроме трагедии. В его «Амстердамской тоске» самым интересным был финал, когда декорации поворачивались, и мы видели окровавленный труп, выпрыгнувший из окна Примадонны. Собственно, больше ничем этот спектакль не отличался от сотни других постановок. В последние годы есть два режиссера Коски. Один по-прежнему создает дерзкие спектакли, разрушающие представления о традиционной оперной постановке, эпатирующие публику. А есть Коски для бедных, для консерваторов. Такое, что смотреть неинтересно, а в достижении записывать невозможно. Ну, просто для галочки, для количества, возможно, для гонорара. Таким стал триптих Моцарта до Понты в Вене. Когда смотришь «Свадьбу Фигера», то даже хочется ущипнуть, а неужели Коски может поставить вот такую манную кашу? Наверное, это ошибка в программе. Полностью это видео с музыкальными фрагментами можно посмотреть на сайтах Бусти и Патреон. Все ссылки вы найдете в описании этого видео внизу. Подписывайтесь прямо сейчас. Книги Вадима Журавлева, Дмитрий Черняков «Герой оперного времени», «Конец прекрасной эпохи», «Краткий курс оперного безумия», «Хроника оперы. Лихие девяностые» и «Век Зальцбургского фестиваля» можно купить на сайте Ридера в бумажной и электронной версиях, а на сайте Литрес и Амазон в электронной версии. Книги также есть в продаже в сети книжных магазинов «Читай город» и в книжном магазине «Москва». Помните, книга – лучший подарок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова